Как должна выглядеть столица Чувашия? Этот вопрос волнует не только архитекторов, но и всех, без исключения чебоксарцев. Во всяком случае, во время прямой линии с главным архитектором Вениамином Мамуткиным речь шла именно об этом. В советские времена архитекторы отвечали за все, что выше бордюра, припомнил Вениамин Мамуткин, отметив, что он и сейчас придерживается этого правила. Отвечая на вопросы горожан и журналистов, он сообщил, что в градостроительной концепции будет уделено внимание вопросам экологии, сохранению и обновлению зеленых зон. Эти проблемы очень волнуют урбанизированных граждан. Не меньшее беспокойство вызывает и судьба частного сектора в старой части города, в районе улицы Константина Иванова. Насколько я в курсе, сегодня объявлен конкурс. 14 августа должны были подать последние заявки, срок был такой, но сейчас продлили в связи с тем, что изменили немного условия проведения конкурса. Да, я читала. И, по-моему, 9 сентября, до 9 сентября, после того, как мы определим победителя, с ним будет заключен договор, контракт на выполнение. Сначала проекта планировки территории, утверждаем проект планировки территории после проведения публичных слушаний. И после этого начнется работа по, скажем так, развитию этой территории. Сейчас новый архитектор Чебоксар занят поиском новых идей, которые помогут сделать облик нашего города еще более индивидуальным и узнаваемым. Регина Кубакина, Елена Гальперина, Николай Яковлев. Республика.